2 декабря в художественной галерее Висагинской публичной библиотеки состоялась презентация проекта «Песочная арт-терапия для психологической реабилитации детей и подростков». Инициаторами проекта были прихожанки введена Пантелеймоновского храма Анастасия Решедько и Елизавета Гасюлевич, а зал галереи с трудом местил всех желающих ознакомиться с результатом их многомесячной работы, фильмом «Давным-давно на литовской земле», в котором с помощью светового стола и сыпучего материала была рассказана история виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия. Главная ценность этого проекта состоит в том, что в создании произведения самое активное участие принимали дети разных возрастов. Они не только рисовали песком, но и озвучивали закадровый текст, постигая процесс творчества. Цели мы такие себе ставили – обязательно с детьми заниматься чем-то таким, чтобы развивала мелкую моторику, чтобы развивала социальные компетенции, развивала творческие способности. И чтобы это было интересно детям разного возраста – и малышам, и подросткам, и, как оказалось потом, что это интересно и взрослым людям. И детей это сплотило наша деятельность, потому что, когда рисуешь свой рисунок, ну, это как-то твоя вот личная работа. А когда мы стали делать именно анимацию, сразу подключились несколько детей, они друг друга сменяли. Получилась такая общая работа. Песочная анимация или рисование песком – сравнительно молодое искусство, которое появилось в 70-х годах прошлого века. Изобретателем этого стиля считается канадский режиссер-мультипликатор Кэролин Лив, которая создала первый песочный анимационный фильм «Песок или Петя и Серый волк». Удобство рисования песком состоит в том, что листом бумаги служит поверхность светового стола, а красками сыпучие материалы. Картинку можно легко смести и нарисовать новую. Главное – успеть запечатлеть ее на камеру. На вечере выступили участники фольклорного ансамбля «Былина». Иерей Валентин Гасюлевич рассказал подробности работы над проектом, в который было вовлечено множество людей. Присутствовали на мероприятии городские власти, ведь проект частично финансировался из средств Висагинского самоуправления. Мы попросили организаторов мероприятия поделиться своими планами на будущее. Нас очень этот проект вдохновил на дальнейшую работу. Мы даже заказали переносной стол, чтобы можно было ездить с ним куда-нибудь, ходить по школам. За это время, пока наш проект существовал, мы уже посетили отдел опеки и «Щей мозги Аровес Центрас». К нам приезжали из Шельчиненкая дети, вот с ними тоже мы занимались. Ну и кроме того, анимацию мы первую сделали. И мы планируем взять какую-нибудь другую тему, тоже связанную с православием. И еще один следующий мультик сделать. Уже у нас опыт есть. Пожелаем инициаторам проекта творческих успехов. А для тех, кто не сумел побывать на презентации, сообщим, что в художественной галерее открыта выставка работ детей и подростков, которые уже ознакомились с техникой рисования песком. Все желающие смогут не только полюбоваться уже сделанными рисунками, но и попробовать освоить новую художественную технику с помощью светового стола и песка. Особенно это будет интересно детям, так что запасайтесь идеями и приходите в галерею. Выставка продлится до 8 января.